Всем привет! Здравствуйте! Я приветствую вас в прямом эфире. Сегодня он у нас посвящен нашим суперновинкам. Это скульптурные витражные гели. Три новых оттенка, очень красивые. Моделировать сегодня будем витражный выкладной френч. И самая главная фишка сегодняшнего мероприятия это тот факт, что у меня в качестве модели сегодня Катя Марушниченко. Мы уже сделали один ноготок. Будем делать продолжение. Поэтому я приступаю к работе. Сразу разворачиваю камеру. Сейчас как перчатки. Посмотрите, какой мы сделали ноготок в предыдущем эфире. Мы сейчас проводили эфир на странице у Кати Марушниченко. И делаем продолжение. Сегодня у нас был полноценный маникюр. Аж на целую, на целую, на целую руку. Сейчас полегу. Такой сделали мы витраж. Обращаю ваше внимание на цвет. Красивый цвет фиолетовый с переходом в малиновый. И открываем наши новые баночки. Вуаля! Это красивый синий оттенок. Это потрясающе красивый малиновый. И совершенно неожиданно сейчас будет это зеленый оттенок. Кайф этого материала в том, что гели скульптурные, гели жесткие. Позволяют нам выполнять полноценное моделирование. Без подложки. Я имею ввиду подложку в зоне свободного края. То есть гели жесткие. И мы можем выполнять им достаточно длинное моделирование. Делать витражи. Еще одна классная фишка. То, что гели можно смешивать друг с другом. Посмотрите, какие получаются классные цвета. И в дальнейшем, пока мы будем на определенных этапах просушки находиться. Я посмешиваю друг с другом. Покажу вам, как это выглядит. Вот при смешивании малинового и зеленого получается вот такой классный фиолетовый оттенок. По запросу Кати у нас от линии улыбки. Именно фиолетовый цвет, уходящий в малиновый. Я подготовила ложе ногтевое. Ложе ногтевое делали выкладку Акригель Кавер. Ложе выполнили удлинение на длине своих собственных натуральных ногтей. Линия улыбки классическая, О-образная. Здесь вы можете на свой вкус и цвет делать линию улыбки более вытянутой, миндалевидной формы. То есть тут все зависит от вашего желания, от конечного результата, который хотите получить. Так, мы сейчас будем устанавливать форму уже к выкладке нашего ложа. Форму необходимо подрезать. Подрезаем ее в центре, делаем небольшое углубление для того, чтобы у нас была возможность с форму вздернуть. Ногти мы имеем дело с ногтями трамплинообразными. Они вверх у нас растут, чтобы мы фон уже подыстрепали. Скручиваем и устанавливаем форму. Форму также устанавливаем на взлет, вслед по направлению роста натурального ногтя. Склеиваем носик. В данном случае носик буду склеивать полностью, выполнять зауживание формы. При установке зауживаю сначала носик и потом от ногтевых вростов. Залужение таким образом нам нужно выполнить, чтобы у нас заложилась толщина ребер вовнутрь. Так, заузили, проконтролировали, чтобы форма у нас хорошо стояла со всех сторон. Так, я, наверное, еще немножечко приподниму форму. Здесь у нас такая должна быть золотая середина, и ноготь сильно вздернутый не должен быть. И при этом толщина стрессовой зоны, конечно, должна сохраняться сильно вниз. Форму опустить у нас нет возможности. Ну, я надеюсь, что так будет достаточно. Сейчас разверну, выйду из кадра немножко. Я разворачиваю и поправляю немножко носик формы. И мне нужно, чтобы у меня центральная ось на форме совпадалась с центральной осью на пальчике. Так, уходит так немножко. Таким образом. И сразу мы можем приступать с вами к выкладке непосредственно при помощи наших витражей. Раньше, когда мы выполняли витражное моделирование, мы сначала использовали монофаз или формгельклер для того, чтобы сделать прозрачную подложку. Теперь нам этого делать не нужно. И при помощи сразу витража мы начинаем выполнять наше моделирование. Сразу на форму, без какой-либо подложки. Стык-встык к опиленной поверхности я выкладку делаю. Первый слой можно сделать более тонкий. Да, мне с этой стороны совсем не видно. Нет, тебе неудобно, потому что у тебя плашмя лежит. Тебе нужно угол сделать, ты не будешь мучиться. Так, выкладку делаем. Я беру цвет, который я предварительно замешала. Замешала на небольшом стеклышке. Подготовила палитру. И смотрите, сразу беру уже чистый цвет малиновый из баночки и выполняю протяжку. Делаю удлинение, выполняю протяжку по свободному краю. Классно смешиваются друг с другом они. И плотность цвета хорошая получается. И если есть, скажем так, задача, если есть желание сделать внутри какие-то цветовые разводы, это тоже очень удобно. Также для смешивания очень хорошо этот материал дружит с гелем Монофаз. То есть, если вы хотите добавить какую-то легкость, прозрачность и воздушность, можно при помощи Монофаза дополнить. И у вас получатся такие цветные разводы. Перевернем с центром. Плотностью геля, да, на Монофаз похож по консистенции. То есть, плотность геля у нас фактически такая же. Поэтому в работе будет, я думаю, достаточно удобно. Подсушим, подсушивая первый слой, на который мы, то первая наша основа, на которую мы будем уже дополнять декорациями, будем дополнять декоративными элементами. В хаотичном порядке все зависит от, скажем, той концепции, которую вы выбрали для работы. Насколько вы хотите, чтобы был наполнен ноготь именно декорациями внутри. У нас здесь и внутри, и снаружи полностью мы сделали украшение. Сейчас просто на дисперсию, на липкий слой геля я выкладываю декоративные элементы. Подсушиваем. И дальше дополнять еще буду. Взяла себе вот такую ракушку. Достаточно красивый перелив. Сочетаются они по цвету друг с другом. В баночках. Хочу отметить, что в баночках цвета очень насыщенные. Они такие очень-очень яркие. При выкладке на форму, при выкладке на поверхность мы видим прозрачность материала. То, что он светится. Что за декорации? Декорации у нас из бокса. Бокс у нас здесь что тут? Дольче Габана, да, у нас бокс? Дольче. Дольче. Так, дополняю еще цветом. Дойдем обязательно за декорацией и покажем обязательно, какими декорациями мы выполняли. Здесь, смотрите, я взяла чуть больше синего. Я сейчас его так же дополню, так же разбавлю. Видите, и он прям на ноготочке у нас сразу меняет цвет. То есть прям сразу на ногти, сразу на подложке перемешивается. Так, линию улыбки дополняю. На большую длину придется поработать несколько этапов. Ну и как раз есть возможность тут с цветом поиграться и перемешать его. И можно прям сразу в непросушенный гель выложить, вот, ракушку дополнить. Прям сразу опустить ее в цвет. Вторым этапом я тоже пройду и еще немножечко ракушечки добавлю. Так, перевернем, перевернуть нужно. Перевернем, сцентровываем, чтобы гель не разбегался в стороны. Сушим. Так, ну пока Катя сушит, как обещала, нам нужно хорошо сейчас просушить. Время полимеризации 2 минуты, хотя сейчас у меня просушка промежуточная. Какая-то видела, как я придумала на этом показывать. Мне очень нравится, на ней удобный цвет показывать. Я все, что мешаю, делаю это на стемпинге, на пластине. Смотрите, синий. Потрясающе красивый оттенок. Чуть-чуть сейчас ближе, пока просохнет. Добавляю... Добавляю малиновый. Посмотрите, как быстро он смешивается друг с другом и получается совсем иной оттенок. То есть у нас 3 баночки, а по факту у вас как минимум еще плюс 2 дополнительных цвета. Точно так же можно взять зеленый. Видите, переходит переход. Вот просто я кисточкой провела, вообще просто безумный. Это прям для мастеров, которые любят размешиванием заниматься. Я знаю, что очень многие мастера любят смешивать. И скульптурные гели. Оттенки красивые получаются. И точно так же зеленый. Добавить, например, в него синий получается. Еще уже получается у нас пятый оттенок. В общем, для любителей помешать цвета, эти витражи просто-просто идеальны. Они созданы для мастеров, которые любят творческие работы выполнять. Еще раз хочу сказать, что очень хорошо с гелем монофаз эти дружат, эти витражи. Я возьму прям вот в несколько этапов сейчас еще добавлю витража. Точнее, монофаза прозрачного. И еще в прозрачный монофаз, как бы вторым этапом, добавлю еще немножечко ракушечки в центр. Потому что запрос у нас у клиента было сделать дорого-богато. Собственно говоря, мы выполняем. Выполняем запрос клиента. Приходит к вам клиент, говорит, хочу дорого-богато. Вот витражные гели, декоративные элементы. Сушим декоративные элементы. И плюс декорации сверху. Получается просто восторг. Три цвета. Видите, я уже так активно ими попользовалась. Красивый такой глубокий, насыщенный синий оттенок. Зеленый и малиновый цвет. При смешивании друг с другом, которые дают возможность получить новые оттенки. Я уверена, что для мастеров, которые делают витражные ногти, которые в конкурсном моделировании участвуют, это просто незаменимый будет, незаменимый гель. Так, и добавляю еще чуть-чуть фиолетового и малиновый, чтобы мы сильно не уходили. И прям смешиваю друг с другом. Опять подтягиваю кусиком. Думаю, что это у нас уже сейчас будет финишный вариант. Сцентровываю, подтягиваю в центр, контролирую продольный изгиб. По бокам мне уже наверняка хватит. На опил запас есть. Смотрите, чтобы, когда вы достаете ручку из лампы, гель, естественно, более горячий, и по горячему материал становится более жидким. Поэтому тоже тут этот момент при просушке контролируйте. Вот такие замечательные оттенки в объеме 15 грамм. Баночки в объеме 15 грамм. Они уже доступны на сайте, доступны у представителей. Стоимость продукта 1200 рублей. Можно уже приобретать и выполнять максимально творческие работы. Гель жесткий. Гель очень хорошо держит поперечную арку. Он не разжимается. Идеально подходит для моделирования арочных ногтей, арочных квадратов, стилеты. Очень классная. И контента мы уже делали, и стилеты мы пилили. То есть очень-очень хорошая жесткость. И архитектура получается такая чистая, очень классная. То есть по жесткости прям идеальный вариант. Жесткость, цвет. Так, ну что, достаточно нам здесь. Давайте снимем форму. Я, конечно, прям наваляла, честно говоря. Ничего, зато буду что-то, зато катя, катя хочет потолще, потолще, потолще. И мне нужно сделать вот изгиб центральной продольной, чтобы мне было из чего выпилить. Переверни, пожалуйста. Сушим. Так. Пока ноготок просыхает, такие вот декорации мы использовали в качестве лунулок. Такое делали произвольное продолжение. Формировали броши. Из разных элементов собирали такие цепочки. И визуально получается у нас инкрустация. То есть фактически инкрустированные ногти очень красиво смотрятся. Так. Я сейчас подвигаюсь в сторону. Мы приступаем уже непосредственно к опилу. Гель, конечно же, имеет дисперсию. Прежде чем опиливать, мы дисперсию снимаем и начинаем опиливать. Несмотря на то, что гель жесткий, в опиле очень комфортно, очень удобно. Похож он на наши скульптуры, каких-то особых проблем с опилом нет. Так, в первую очередь мы с длиной, да, средний пальчик у нас всегда чуть-чуть длиннее, чем указательный. Горяченький, да? Не так мой бланк? Понимаете? Нет, все хорошо. Чуть длиннее я оставлю запас на опил. Опил я начинаю... Опил начинаем с поверхности свободного края, то есть мы сначала понижаем толщину. Сначала понижаем толщину в зоне свободного края. Вот так, смотри. Так, пока работаю только в зоне свободного края. Потому что толщину, которая у меня заложена и на изгиб непосредственно вложена к телу, я ее оставлю на самый последний момент. То есть в первую очередь это работа в зоне свободного края. Я смотрю в торец, определяю толщину торца. Чуть-чуть понижаю. Выложила с запасом, честно говоря. Побоялась на конкретной форме выкладывать впритык, потому что побоялась, что высоты ложи мне может наквасить. Поэтому придется поперить. Так. Можно начать поднимать потихонечку боковые параллели. Такой вариант пока черновой. С одной стороны, с другой. Я прям разворачиваю на бок. Можно уложить на свой пальчик, придерживать. Видите, прям зафиксировала ноготок между своими пальцами. Потому что, ну, такой достаточно большой объем опила. Так, с одной стороны, с другой. Открывшуюся толщину также начинаю понижать по чуть-чуть. Собираем. Собираем наш ноготок. Опять я смотрю в ребра. Вывожу с одной стороны, с другой стороны. Где-то декорации у нас уже начнут сейчас проходить в пропил, что тоже довольно-таки неплохо. Когда уходят декоративные элементы в пропил, тоже это очень красиво смотрится. Они высветляются. Под глянцевым покрытием становятся такие более блестящие. более акцентные. Так, не больно по валику? Прямо от души поныли, поныли, поныли. Поныли, поныли. Так, с одной стороны, с другой. Сейчас развернем, посмотрим. Потихонечку спускаюсь, формирую линию улыбки, потихонечку к усикам начинаю спускаться. Толщина у меня понижается, и, соответственно, я уже могу подойти потихоньку к росту. Так, и можно уже тоже приступать к формированию свободного края именно к форме. Также делаем чуть-чуть длиннее. Такое делаем миндалевидную форму. Как Катя мне сегодня сказала, миндаль покруглее. Я сделала ее сильно острый. Сейчас делаем миндаль покруглее. То есть, фактически, да, если бы мы установили пилочку с раскрытием на себя, мы могли бы совершенно спокойно выпилить пайп. Ну, а здесь у нас арочный миндаль. При этом боковые параллели мы сохраняем, чтобы они были ровные. Продолжаем регулировать толщину торца. Смотрим на то, чтобы уголки свободного края на одном уровне находились. Здесь, конечно же, нужно обвертно соблюдать все архитектурные параметры классического моделирования. Пока пилю. Если есть у вас какие-то вопросы, можете позадавать. Мы с вами пообщались. Пока я уже дорабатываю до чистоты всю архитектуру. Можем поотвечать на вопросы. Юль, ты не подключена? Да. Так, я думаю, что здесь уже... Я вообще не могу найти эфир. Кого они можете найти? Я не фишу в вот эфир. Почему? Нет. Я не знаю. Нет. Ну как, нет? То есть у меня идет прямая эфир? Да, да. Я же говорю, так интересно. Надо это выяснить. Я так не нашла, короче. Так, я скоро остановлюсь. Сейчас чуть-чуть еще. Уже вспотел. Любим. Я тоже знаю. Зато я буду долго с ними ходить. Ну да. Я бы хотела, конечно же, сделать потоньше. Потоньше. Дорабатываем усики. В зоне кутикулы можно допилить. Смотрите, в принципе, несмотря на то, что к ригелям выкладывала, именно в зоне кутикулы довольно-таки аккуратно. То есть у какого-то тут сильного опила можно не производить и уже потихонечку приступать к шлифовке. Откруглить еще, Катя? Нет. Дормально? Сейчас торец. Так, сегодня мы работаем с нашей новинкой. Это витражные, скульптурные витражные гели, которые позволяют нам моделировать витражные ногти большой, даже экстремальной длины. Красивые три новых оттенка. В объеме они у нас идут в 15 грамм баночки. Доступны они на сайте, доступны по регионам дистрибьюторов. Стоимость данного продукта 1200 рублей. Хочу отметить именно плотность неслучайной гели. Вот баночки, когда показывала, наверняка обратили внимание на то, что гель достаточно концентрированный, то есть он такой насыщен цветом. Сделали это, когда тестировали, вообще когда продукт разрабатывали. Это наш продукт. И когда мы его разрабатывали, у нас такая была дилемма. То есть сделать его более полупрозрачным или оставить более насыщенный цвет. Остановились все-таки на цвете более насыщенном, потому что материал очень хорошо дружит, очень хорошо сочетается с гелем прозрачным монофаз. И если у мастера есть необходимость добавить воздуха, добавить прозрачности, его можно смешать, совершенно спокойно смешать с гелем, сделать такие хаотичные красивые разводы. Но при этом, смотрите, видите линия улыбки ложится четко. Здравствуйте. Что-то новое вышло. Да, новое вышло. Еще раз показываю. У нас новые гели, новые витражи для красивого витражного моделирования. Три новые цвета для того, чтобы можно было делать красивые длинные витражные ногти. Посмотрите, на плотность цвета видно, что линия улыбки читается. То есть линия улыбки очень четко. Если бы гель был более полупрозрачным, нам бы пришлось, как раньше мы это делали, опиливать ложи, потом прокрашивать торец, придавать какой-то цвет, делать какую-то протяжку на подложке. Сейчас этого можно не делать за счет очень хорошей пигментации, очень плотного пигмента в наших витражах. То есть с одной стороны мы получили гель витражный, он прозрачный, он красивый, но при этом в нем хорошая плотность, сочетается хорошая плотность пигмента. Посмотрите, какая хорошая, красивая, чистая линия улыбки получается. Прокрашивать ее для плотности дополнительно не нужно. Это, конечно же, большое преимущество данного материала. То есть, на мой взгляд, это является одним из таких важных... Посмотрите, какие красивые. Сейчас сделаем декорации. Этот у нас опиленный ноготок. Здесь уже то вам перекрыт. Добавляем декорации. Конечно же, по запросу клиента мы это делаем. Сейчас, хоть я уберу вот это. Убираем и освобождаем. Готовим много декораций. Декорации у нас отставлены вот в таком боксе. Да, это ногти Кати. Да кто ж это? Данила, слишком поздно вы присоединились к нам. Можно будет эфир пересмотреть. Сегодня Катя Мирошниченко у нас в качестве модели. Мы ей делаем новые ноготочки. Конечный результат... Можете показать вторую руку. На второй руке пока у Кати ничего нет. Поэтому я не знаю, зачем. Покажи вторую руку. Здесь на среднем пальце делаем вот этот дольчик габана. Ну и по такому же принципу. По такому же принципу. Лунуку тоже делаем. Да. Под декорацией... Ой, посмотрите, видите, сделала более плотный. И там вот такая глубина. Вообще, на мой взгляд, витражи и кайф витражей в витражах заключается в том, когда вам хочется их рассматривать. То есть, когда это не просто топорно положили на подложку там чего-то, каких-то декоративных элементов, залили там полупигментированным материалом. Это очень топорно выглядит, очень некрасиво. В витражах самый, скажем так, смак и самый кайф заключается в том, чтобы мы могли и хотелось нам их рассматривать, чтобы заглянуть, что же там внутри, понять, что там, какие там переливы. И для этого, конечно, идеально подходит нам наш новый материал. Это наши новые три скульптуры. Три новые скульптуры, витражные, три новых красивых оттенка. Я сейчас ноготок покрываю слайдер топом для того, чтобы зафиксировать на нем декорации. Так как у нас лунулка, как долго будет их носить и Катерина? Да, я думаю, что долго. Катя обычно долго ходит с длиной. Вот с предыдущими она проходила... Катя, сколько ты? Больше месяца, да? Ну, ты их проносила? Да, полтора месяца. У меня же всегда на одной руке длинные, на другой более короткие. Можно под кутикулу пройти линеарочкой, слайдер топ подтянуть для того, чтобы декорации легли очень хорошо. 30 секунд слайдер топ подсушиваем. Пока топ у нас просыхает. Пока топ просыхает, мы готовим лунулку. Мы тоже делаем, да? Такую же на среднем. Показываю в экран. Такую же делаем. Нет, я не выкрою. Что ж? А, ушла. Да я не привыкла к этому углу. Всегда работала. У меня сверху камера, поэтому мне очень... Так ты ж мучаешься. Так я ж мучаюсь. Так, вот эту будем делать, нет? Дальше. Нет, давай к этому дольше приделаем вот эту еще. Ну, будет прям вообще много. То есть еще больше, да? Да, еще больше. Вот эту. Вот эту. И вот эту, вот эту вот. Вот эту. Блин, мы это в камеру ничего не показываем. Сейчас давай. Почему все видно, Катя? Вот так вот. Вот эти вероятные камеры. Мы сегодня с Катей вдвоем эфир ведем, поэтому у нас периодически камера под разными углами находится. Так. Слушай, а я достаточно близко вырезаю, и нормально все. Ну, это очень нежные декорации, их нужно вырезать очень аккуратно. Так, раз, два. Так, так, так вот сделаем. Покажи в экран. Да, потому что здесь... Ты не в экране. Потому что здесь... Да, со стеклом очень аккуратно нужно работать. Так, 30 секунд мы подсушили. Нам понадобится вода. Так, ну, конечно, уже стол у нас просто. Так, работаем мы сегодня с витражами. В данном случае на Екатерине мы смешали два цвета. Витражный гель у нас вышли в формате трех цветов, три оттенка. Это синий, малиновый и зеленый. Я в данном случае использовала оттенка 2. Немножко синего только мы добавили. Два оттенка использовала для перехода. Вот в зоне кутикулы. Смешивала между собой малиновый и зеленый. На первый взгляд кажется, что это такое неожиданное решение малиновым с зеленым, что получится очень-очень красивый получается фиолетовый оттенок. Очень насыщенный, с плотной линией улыбки. То есть нам совершенно не видно. Вот здесь нет такой прозрачности. Не видно перехода, не видно толщины непосредственно ложа ногтевого. То есть в этом плане вот витражи, конечно, на мой взгляд, потрясающие. Потому что в конкурсах-то много участвовали. Мы всегда вот искали такой материал, который будет и эффективно, да, и классно смотреться, быстро делаться. И при этом с минимальным количеством, ну, скажем так, телодвижений. То есть здесь мне очень нравится то, что не нужно дополнительно пририсовывать каким-либо цветом линию улыбки. Так, а типа выше, пониже и прямо на центр куда? Ну вот. Давай так. Тогда эту брошку красную вниз приделаем. Ниже делаем. В общем, всю чистоту линии улыбки мы решили закрыть декорациями. Да. Так, я сейчас выложу основу и потом перевернем с центруем для того, чтобы вот эту... Катя, как ты это называешь цепочку? Что это? Гирлянда. Гирлянда. Для того, чтобы эту гирлянду... Сейчас не подвинешь. Сейчас подвину, я все подвину. Выровнять относительно центральной оси. Сейчас подвинем. Они очень нежные. Выкладывать их нужно, конечно, максимально аккуратно. Потому что сильно прям ездить по ногтю не получится. Сейчас я переверну. Переверну. Постараюсь немножко выровнять. Так. Катя, ну, наверное, так. Вот так это спешишь. А я же сразу сказала, что нужно... Ну, с ними же нельзя так. Надо сразу точно приплеить. Сейчас передвинем. Так. Работали с новыми витражами. Эфир, конечно же, сохранил, как всегда. Поэтому в комментариях... Катя, так оставляю? В комментариях обязательно напишите первые, кто уже попробовал работать с этими новыми гелями. Как вам понравилось? Я уверена, что от работы с этим материалом удовольствие каждый мастер получит. Потому что действительно продукт классный. В нашей линейке... Куда делим ультрабонта? Да, забралась. В нашей линейке еще такого материала не было никогда. У нас не было таких цветных витражных гелей. Очень нам их не хватало. И поэтому эта новинка прям... Я уверена, что для мастеров моделирующих, для мастеров, которые любят длину, те, у кого есть клиенты... Кстати, даже по поводу длины я вам что хочу сказать, что необязательно эти гели использовать именно в технике витража в плане наращивания. Да, делать там выкладной френч. Например, не все мастера обладают навыком именно выкладке. Можно делать укрепление натуральных ногтей. То есть на натуральный ноготь, прямо от кутикулы, выполнять вот такое моделирование. Также можно использовать декоративные элементы вовнутрь, ракушечку, что-то выложить... Гель же полупрозрачный, да? И, например, что-то выложить, какие-то декорации выложить в зону линейки панихия, чтобы она не светилась. То есть тут есть возможность у мастера поиграться и даже не обязательно это делать все на длинных ногтях. Я перекрываю топ-теклосом, беру линеарную кисточку и прямо вот в промежутках между инкрустацией, между камушками, я беру прям и прохожу тоненькой линеаркой для того, чтобы она у меня хорошо зафиксировалась на ноготках. И тогда будет все держаться очень-очень хорошо, очень качественно. То есть вокруг всех декоративных элементов мы проходим линеарной кисточкой. Прям я поставила капельку и между прошлась. Поставила и прошлась. Также сейчас можно будет перевернуть, центровать. У нас нет задачи заливать полностью топом, выравнивать, потому что это все-таки инкрустация предполагает такой объемный, да, вариант. Все-таки объем должен присутствовать, но при этом вокруг всех камушков нужно хорошо-хорошо пройти. и выровнять поверхность такими длинными движениями, линеарочкой. Я стараюсь поверхность выровнять. Так. И уже можно отправлять на просушку. Сделаем все пять ногтей сегодня. Обязательно потом покажем. Все, Катя. Ну, как всегда. Да, слушайте. Катя, как всегда, спешит, забирает у меня руки. Так. Согласны с комментариями про божественно красиво. Новый топ уже вышел? Да. Новый топ уже вышел. Новый топ уже залила все. Это прайм топ. Это наша тоже новинка. Он уже также доступен. Прайм топ. Особенностью этого топа является то, что он более густой. То есть у него вязкость более высокая в сравнении, например, с топом Теклосом. Для чего мы это сделали? Вы прекрасно знаете, что у нас в нашем ассортименте очень много различных декораций, декоративных элементов, которые мы предлагаем для работы, для того, чтобы упростить жизнь мастеру. И, конечно же, мы понимаем, что эти декоративные элементы, они в той или иной степени имеют толщину. Даже если взять просто обычные шармиконы, при фиксации на ногти, особенно когда на ноготочке есть какой-то изгиб, и покрытие топом, нам приходится поверхность это выравнивать. Когда топ более жидкий, поверхность выровнять достаточно сложно. Поэтому мы выпустили Prime Top. Это топ более густой вязкости, для того, чтобы можно было перекрывать декоративные элементы. Сейчас мы им не пользовались, потому что все-таки инкрустацию, хочется вот этот объем сохранить. Поэтому я взяла топ потоньше. Если вы хотите полностью перекрыть, то тогда Prime Top идеально подойдет. Также этот топ предназначен, ну, скажем так, для исправления косяков. То есть, если мастер на этапе, например, цветного покрытия накосячил, и покрытие легло как-то неровно, где-то есть, мы же не будем у клиента, ой, сейчас подожди, я тебе спилю, там заново перекрою. Времени у нас на это нет. Есть Prime Top, которым можно эту поверхность выровнять. Стойкое, хорошее, блестящее, качественное финишное покрытие. Посмотрите, какие ноготки мы сегодня сделали. Пока у нас их только два. Сейчас работу продолжим. Работали при помощи наших новых, красивых, потрясающих витражных, тривитражных геля. Всем рекомендую, всем творческим мастерам, очень-очень зайдет, я думаю, что у нас таких большинство, поэкспериментировать в сочетании цвета, форме, длине. Материал этот позволяет нам это сделать. Так, ну что, все, заканчиваем эфир. Такой результат, ну классный, красивый, дорого-богато, конечно, по, ну опять-таки, по запросу клиента, да, как мы любим. Ну вот на черном фоне. Красиво смотрится очень. Вот такой результат у нас получился. Эфир сохраняем, комментарии пишите. Что-нибудь еще придумаем с этим новым материалом. Кстати, нужно будет стилеты сделать, тоже очень-очень классно получается. Всем спасибо большое за эфир, всем хорошего дня, и до встречи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok